Привет! С вами Sawyer, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня мы поговорим про личное планирование с использованием ОКР. Что это такое? Давайте разбираться! Что такое ОКР? Это сокращение от английской фразы Objectives and Key Results, то есть ключевые цели и ключевые результаты, которые вы хотите достигнуть. Эта методика была придумана в Intel, и она направлена на то, чтобы максимально повысить эффективность работы команды при достижении, как правило, квартальных целей. И она нужна для того, чтобы поставить себе цель повыше, потруднее и попытаться ее достигнуть. Несмотря на то, что применяется она в основном в командной разработке, в организациях, ее можно адаптировать и для личных целей. И вот в этом видео я хочу как раз об этом рассказать, как использовать идеи ОКР в личном планировании на конкретном примере. Немножко о том, как эта методика вообще работает. Вы ставите несколько, как правило, не более пяти ключевых целей, которые хотите достигнуть. Причем цели должны быть амбициозные, вы должны быть не уверены, что можете их достигнуть, а лучше слегка даже завысить. Дальше вы определяете для каждой цели 4-5 метрик, которые будут говорить о том, что эта цель достигнута. Метрики должны быть измеримы. Это ключевая особенность, потому что если вы будете просто хотеть чего-то, не зная, как измерить, достигли в этого, это будет уже не ОКР точно и недостижимо в принципе. Поэтому вы определяете метрики, как правило, числовые, но можно работать и с бинарными, да, нет. В общем-то на этом подготовительная работа заканчивается и дальше вы планируете свою деятельность так, чтобы достигать конечной цели, работая над правильными метриками. ОКР достаточно амбициозная и агрессивная методика, потому что ключевое и важное в этой методике заключается в том, что цель должна быть поставлена так, чтобы ее нельзя было достигнуть на 100%. В ОКР считается 75% результата идеальным. Конечно, если цель достигнута на 50%, 30%, а то и 0%, это не очень хорошо, но и это не проблема в ОКР. Это значит, что на следующий квартал эта цель должна быть пересмотрена в сторону уменьшения. А если вы достигнет цель на все 100%, это наоборот плохо, потому что это значит, что вы недостаточно амбициозную цель поставили и ее было достигнуть легко. То есть идея этого метода в том, чтобы заставить себя работать, выйти из зоны комфорта. И как же нам с вами в своей повседневной жизни описать наши задачи так, чтобы они ложились на ОКР? Вот основная задача, которая у нас возникает. Недавно я начал делать проект SoerPro, это проект для саморазвития, и в нем начал продумывать, как все-таки совместить планирование с саморазвитием. И, в общем-то, сегодня я хочу показать вам цель, которую я сделал на уже своем сайте, которая ложится на ОКР, и рассказать, как она ложится на ОКР, и вы эту идею сможете использовать уже самостоятельно. Давайте посмотрим. Итак, у меня есть цель, да, то есть эта цель называется SoerYouTube 100000 подписчиков. Каждая цель всегда должна сопровождаться плюшкой. Почему вы ее хотите достигнуть? Это не по ОКР, это скорее уже по смарт, но про смарт мы поговорим в другое время, в другом видео. Но, тем не менее, вы должны знать, для чего вы хотите достигнуть цели, потому что цель должна всегда быть завершена какой-то наградой. Вы должны что-то получить при ее достижении. Либо материальная, либо нематериальная, неважно, но получить вы обязаны. Поэтому вот в моем случае серебряную кнопку я хочу получить при достижении 100000 подписчиков. Знаете почему? Потому что дети о ней мечтают. Вот они просто каждый день, ну, ладно, не каждый день, но несколько раз в месяц спрашивают, когда, папа, у тебя будет серебряная кнопка. И это настало настолько навязчивой идеей, что вот родилась такая цель. Почему нет? И вот теперь я должен понять, как достигнуть этой цели, которая должна быть измеряемой и которая должна быть достижимой. Понятно, что первая метрика – это количество подписчиков. 100000. Причем я формулирую цель именно в терминах, как будто бы она уже достигнута. То есть, если мы говорим, например, о метрике, которая не измеряемая, запущен магазин мерча. То есть, когда я поставлю галочку над этой целью, это значит, что магазин мерча уже запущен. То есть, я уже как бы постфактум формулирую свою метрику. То есть, она уже достигнута в момент, когда мы ставим галочку. Это принципиально, потому что любые механизмы планирования подразумевают установку вот этой самой галочки. Вы сделаете to-do-лист, там будет галочка, и даже с помощью обычного to-do-листа вы можете уже делать по ОКР свои задачи. Просто формулируете их в виде метрик, как вот я, например, сформулировал количество подписчиков 100000k, и уже постфактум, то есть, уже совершенный якобы момент времени. Не знаю, как это время называется на русском языке, напишите в комментариях. Так вот, запущен магазин мерча, запущено мероприятие Sowert Award, еженедельный прирост 2000 человек. Это метрики, они все либо бинарные, две последние метрики, либо измеримые. И вот здесь, для того, чтобы работать со средствами автоматизации, мне нужно что-то еще, потому что эти метрики, они мертвые, они не будут никак работать, именно если я буду на них просто смотреть. Поэтому я в свою очередь добавляю еще подпункты, которые говорят о том, какие значения метрик для меня являются ключевыми. Это мне помогает видеть, какая следующая цель по продвижению, по увеличению метрики. Это уже не по ОКР, но это удобно в средствах автоматизации. Конечно, если я был бы разработчиком и мог бы все сделать сам, я бы мог сделать какую-то автоматизацию, которая будет, там, тянуть 100 тысяч подписчиков, метрику количества подписчиков из YouTube и показывать текущее значение. Но тогда бы я не смог это смасштабировать на какую-то другую задачу. В данном же случае я могу прописать конкретные значения метрик, которые точно так же будут бинарными. Я могу поставить галочку, достигнутое значение метрики или нет. И, соответственно, знать, какое следующее значение у меня. Сейчас я это покажу на практике. Поэтому у меня для того, чтобы достигать цели, подразумевается, что у метрик должны быть прописаны значения. Значение должно быть тоже 4-5. И сейчас я объясню по нему. Почему? Значит, когда мы можем записать задачу вот таким образом, как я сейчас описал. Давайте сейчас включим выполненные пункты, вот так вот. Когда мы можем записать задачу следующим образом, когда у нас есть пункт, а у него есть подпункты, то мы можем, соответственно, теперь мы можем посчитать, сколько реально пунктов выполнено, сколько не выполнено, сколько и всего. Соответственно, вот у нас появляется вот эта вот индикация 20%. То есть одна из шести, из пяти, одно из пяти значений, это значит 20%. Таким образом, мы можем рассчитать, какой процент достижения цели у нас по этому пункту есть. Это здорово, потому что, как я уже сказал, ОКР базируется на достижении целей. Дальше, если мы знаем, сколько у нас процентов достигнуто в каждом из пунктов, мы можем посчитать конечное достижение нашей цели. И, соответственно, здесь мы уже можем увидеть 50%, 75%, 100%, и в зависимости от этого раскрасить вот эту вот круговую диаграмму. Это позволяет нам измерить и достаточно сделать универсальную систему описания по ОКРу наших задач. Да, вот именно вот этот пунктик с добавлением конкретных значений. Мы можем взять и, допустим, указать, что какой-то из пунктов выполнен. У нас изменится расчет, мы можем отменить его в данной системе. И вот таким образом мы сформулировали задачу. Теперь, самое интересное начинается вот в этот момент. Смотрите, у меня здесь написаны 4 цели. 4 цели мне нравятся тем, что это шаг в 25%. 2 цели 50%, 3 цели 75%, 4 цели 100%. Причем 100% это очень должна быть сложно достижимая задача. 75% вот это вот значение должно быть просто сложно достижимой. Ну, а вот первые два пункта это реалистичные, да. То, что мы можем достигнуть достаточно просто. Поэтому в данном случае я посмотрел на количество человек, которые подписываются на мой канал в течение месяца в среднем. Это показывает статистика YouTube. Дальше я увидел, что 300 человек это я получу вообще в легкую. 500 человек это будет, ну, сложно. Потому что сейчас около 400 человек в неделю на меня подписываются. Соответственно, я поставил эти цели и достаточно просто их достигнул. А дальше я удваиваю цель и говорю, что 1000 человек в неделю. Вот что будет 70% идеальным измерением данного пункта. И это уже сложно. 2000 это архи сложно. То есть это нужно предпринимать огромные усилия выходить из зоны комфорта. И вот здесь начинает работать УКР. Когда вы выполнили 50% того, что вы сделаете легко и вы это знали еще в момент, когда планировали. Следующий каждый шаг требует от вас гораздо больше усилий. Достигнуть 90 тысяч это реально, исходя из того, что у меня уже почти 87. 95 тоже реально, но на это понадобится больше времени. И вот здесь важный момент. Ограничение по времени. Это технически здесь не реализовано, но для себя я ставлю отметку, когда эта цель должна быть закрыта. Когда я должен принять решение и посмотреть на вот этот показатель и понять, поставил ли я слишком трудную цель, либо я поставил слишком простую цель. Либо я действительно поставил оптимальный и 75% у меня здесь получено. Вот этот момент, когда проконтролировать, у меня будет в конце января. То есть к концу января я должен понять, достигну я вот этой отметки или нет. Я считаю, что достигну. Возможно, так не будет. Если я достигну 100 тысяч к концу января, это значит, что я пролетел. Я поставил слишком простую цель. Я просто ее достиг, хотя должен был достигнуть 95 тысяч при вложении усилий. Вот таким образом работает УКР. Да, может быть, у вас появится сомнение, что это правильный подход, вот вводить эти дополнительные метрики. Но нужно помнить, что любая методика подготовки и достижения целей, она несет вам лишь идеи. Вот УКР идея, именно 75% рубеж, ограничение по времени, амбициозные цели и все это вместе комбинируется. И вы можете с любым средством автоматизации, с любым даже to-do листом реализовывать и планировать по УКР. Надеюсь, вам стало понятно, более понятно эта идея. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. Задавайте вопросы в комментариях. Ну, а пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok